В прошлом году я мог максимум пролететь одну рампу. Я не знал, что такое сюрф. Я не знал, что такое тир 2, тир 3, тир 1. Я умел только стрелять, и тем более, не лучшим образом. Максимум попрыгать на бхопик, какую-то АВП лего и так далее. Нет, CSGO это больше, чем просто постреляться, поставить бомбу и раздефюзить её. Эта физика, она уникальна. На почве этой физики создаются режимы, отдельные дисциплины. Даже сейчас Сайбешок проводит свой первый турнир по сюрфу. Мы учимся это делать, и это наш тестовый будет вариант. Уже закончились квалификации, поэтому максимум вы можете посмотреть её на твиче. 15-16 мая будет прямая трансляция с этим турниром. Я сам буду смотреть, мне интересно, как это всё выглядит. С учётом того, что год назад я не знал, как правильно сюрфить, сейчас я записываю ролик, где рекомендую те карты, которые вам стоит пройти. Карты сюрфа много, и очень много дерьма. Сегодня я вам выделю лучшие карты, которые я смог встретить. Это не означает, что карта, которую я прошёл и... Ура, лайк, советую. Нет, я сегодня вам покажу те карты, которые для нас стали чем-то больше, чем картами. Главный разработчик Сайбешока и монтажёр этого ролика со мной соревнуются. Мы ищем интересные карты и ставим друг другу челленджи. Постоянно выигрывает монтажёр. Коля дикий сёрфер. Сейчас он научился даже престрейфить. Мы не научились ещё с Настей. Но в любом случае, это реально интересная затея. Играть на время, это интересно. В этом ролике я вам покажу те карты, на которых мы, кстати, и соревновались. Поэтому, почему бы и вам с друзьями не посоревноваться на сюрфе? Научитесь сёрфить. Говорите другу карту, пусть он тоже попробует. И смотрите, у кого получается быстрее пройти её. Хватит играть только фастик и матчмэкинг. Правда? Сюрф это очень интересная тема. Бэхоп меня не так завлёк, как сюрф. На бэхопе я реально устаю. Очень много движений мышкой. На сюрфе ты просто её катишь очень медленно. И поэтому он поприятнее. Всем огромное спасибо за поддержку. Виде лайка под этим роликом. А я приступаю к показу тех карт, которые советую. Ну и понятное дело, я буду их проходить. Показывать своё время, чтобы соревноваться ещё и с вами. Я думаю, что было бы оскорблением записывать этот ролик, не упомянув карту Нюкс. Это та самая карта, на которой я учился. Наша борьба началась именно на этой карте. Самое лучшее время здесь у Коли. Его время у вас на экране. Сколько мы бы не пробовали с Настей сделать его рекорд, у нас это не получалось. 85-й тикрейт. Тир первой карта. И давайте начинать. Кстати, по тирам. Существует 6 тиров сюрфа. Чем больше тир, тем сложнее карты. Я сложностью прохожу второй тир. Поэтому пока мне туда ещё рано. Так, моё рекордное время на этой карте это 43 секунды. Я потрачу на каждую карту по 10 минут. И буду пробовать побить рекорд свой же. А почему эта карта интересна? Потому что она слишком простая. Даже тогда, когда я Клеммексу показал эту карту. Человек, который занимается нашим сюрф режимом. Он сказал, что эта карта глупая. Потому что она прямая. Ты ничего не делаешь. Просто летишь прямо. Ну да, это, наверное, в этом-то её и фишка. Мне нравится на расслабоне сидеть, сюрфить на ней. Очень сильно расслабляет и даёт задумываться о чём-то. Она никак не напрягает. 45 секунд. Моё лучшее время в итоге 43.18. Давайте это зафиксируем. Поэтому с картой Нюкс мы разобрались. Я уверен, что она будет фаворитной. И, скорее всего, именно она вас сильно заинтересует. Идём к следующей карте. Следующая карта называется Сюрф Бурэс. Тикрейт 85. И вот как она выглядит. Мой рекорд здесь 42 секунды. И если сравнивать по тому, какой здесь лучше, тайминг это разница в 2 секунды. Это мой лучший показатель получается. Даже Нюкс хуже. Карта похожа на Нюкс. Только из-за своей простоты. Наверное, когда ты не очень опытный сюрфер, тебе будет всегда такое нравиться. Я всё-таки люблю красивые карты. Когда только текстуры, главное есть рампа. Это, наверное, профессионально. Но мне не заходит. Мне хочется видеть красивые картинки, красивые звуки и так далее. Как же приятно сейчас её проходить. Вы просто не представляете. Просто подрубать музыку и проходить. 42 секунды. У Коли опять лучше. У Коли вроде там 41 получилось уже. Ну, кстати, 42 секунды. Я для себя открыл новую цифру. Я не знал про то, что у меня такие показатели. И вообще я сейчас так хорошо иду, что, возможно, я сейчас побью рекорд. 43 секунды. Да, 41.97. Ребят, всё, это мой новый рекорд. Я больше не смогу, мне кажется. Давайте зафиксируем то, что это было моё лучшее время. Следующая карта у нас Сюрф Саммер. И да. Если вы посмотрите, рекорд этой карты 2.28. А мой 14, мать его, минут. Всё потому, что она реально лёгкая. Но кроме двух последних стейджей. Тут 11 стейджей. Сейчас я буду проходить все безидийные ошибки. Потому что они простые. Но на последнем я не смогу ничего сделать. Это просто какой-то байт. Это байт на прохождение карты. Сейчас вы видите эту карту. Она выделяется интересным дизайном. И тут очень много брендирования Fnatic. Я не знаю, как Fnatic связано с этой картой. Но, наверное, как-то. Вот, я ни разу не буду ошибаться. Ну, наверное. Вот здесь я часто ошибаюсь. Ну, не ошибся сейчас. Но карта достойная. Я такие карты вообще не видел больше. Это самое симпатичное, наверное. Каждый стейдж, это разная локация. И проходить одно удовольствие, правда. Мороженое, Fnatic. О, я не прошел, серьезно? Не, ну, это магия роликов. Конечно. Когда Эрик записывает ролик, конечно, ему нужно не пройти тот уровень, который невозможно не пройти. Конечно. Так и шум матч, и я проигрываю каждый второй. Поэтому я уже в тирете полнейшем. Какая же карта красивая. Смотрите, как все красиво. И проходить, понятное дело, я не смог так с первого раза. Нужно было пробовать раз в 10. А может даже 20. Первая моя попытка пройти эту карту была вроде 30 минут. Потом 14, и все. Я без шуток, я больше не проходил. Последний стейдж, это самое сложное. Это девятый. Это еще просто, но более-менее. Это уже близится к сложности. А что будет дальше, вас, может быть, удивит. Там все очень просто. Но финальный прыжок, это прыжок веры. О, фнатик. Черт, чем я занимаюсь? И, кстати, какое совпадение. У меня граффити было именно фнатик. В корзиночку. Подводный мир. Сразу вспоминается спенчбург. Здесь надо сразу наверх. И вот сюда. То есть это 10 уровень. Он более-менее сложный. А дальше начнется реально сложная ситуация. Смотрите. Это 11 уровень. Во-первых, он огромный. Надо долететь вот до сюда. Сразу скорость набрать. Пока что с этим все в порядке. Пока все нормально. Я уже лечу в какие-то стороны. Пока все нормально. Сейчас я уже ошибся. Нужно было еще дальше. О. Смотрите, как нужно жестко это все делать. Сразу прыгать на вот этот стейдж. И здесь красиво запрыгнуть я не смог. Вот. Это именно тот момент, когда ты не можешь долететь. И ты бьешься потолок и не долетаешь. Гребаную миссию. О. Есть. Нужно. Мой рекорд 6 минут. Но не все так просто. Я наконец-то понял, как это работает. Поэтому сейчас я добью рекорд. 3.27. Это мой рекорд на карте Surf Summer. Поэтому всем желаю удачи перебить его. Небольшая реклама на Теграсе. Сейчас он на сайте KS Fail. И как вы знаете, тут есть новый режим. Кольцо. Да, он не новый. Но мне без разницы. Я люблю этот режим. Я поставлю X2 30 долларов. И если мне выпадет синяя, то я получу 40. Нет, 60. Если же упадет X3 или X5 или X20, я буду в дерьме. Такая вот система. Так. И мне падает синяя. Я заработал, получается, плюс 30 долларов. Понятное дело, здесь еще есть и краш. Я могу поставить этот же скин на краш и выбрать коэффициент 1.5. Я рассказываю каждый раз, как эта система работает и так далее. Но люди не все еще в курсе, как это работает, что это за сайт и так далее. Я собираю на 1.30 и у меня уже из тех 30 долларов получился нож. Я могу просто прямо сейчас нажать, кнопку забрать. И ум не придет в трейд-оффер через минуты две. Вот такая вот система. Ну а самое главное. На этом сайте есть возможность активировать мой промокод. Заходите в бонусы, вписываете здесь сурф-дрим и получаете 25 центов себе на баланс. О, трейд пришел. Да, и это именно тот нож, о котором я вам только что сказал. Мы идем дальше. Карта Мессы это так самая карта, о которой я уже вам рассказывал. Это был ролик «Учусь серфить 8 часов». Он собрал почти миллион просмотров, как я помню. И мой рекорд составлял 55 секунд. Я после этого мало заходил на эту карту. И возможно сейчас из первой же попытки побью этот рекорд еще раз. Ребят, вот без шуток. Научиться серфу можно за 8 часов. До уровня, чтобы пройти карту серф-месса. Поэтому просто возьмите свою мышку и начните тренироваться уже сейчас. Камон. Нет, смотрите, я прошел за минуту. И это плохо, потому что мой рекорд был 55. Вы можете зайти на эту карту и спросить рандомного человека, как ему эта карта. И он всегда скажет, что она хорошая. Привет. Как тебе карта? Сам ты так себе. 53-54. Ты следующая. Ты следующая. Ты. А мы идем дальше. Следующая карта это «Утопия». Да, это гребаная попса. Прям гребаная попса. Прям попса из попс. Но она имеет место быть в этом выпуске. Это легендарная карта. И по прохождениям это самая популярная карта на Собиршоке. 49 тысяч попыток пройти ее. Вы понимаете, сколько людей еще не прошло ее. Потому что дойти до финала здесь не так уж и просто. А тут все очень легко. До последнего прыжка. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. А вот и он. Вот здесь ноги путаются. А в прохождении должно быть вот примерно такое. Нужно было с перворазами залететь на рампу. Но я сделал это с разворотов. Сейчас у меня будет хуже время, чем в прошлый раз. Вот такая вот карта у нас получается. Она на самом деле, ну, легкая, наверное. Но не совсем. 59 секунда. Так что, вот мое время. Побивай ты следующие. Ну а следующая карта, это у нас Сюрф Гитар Хай. Гитара не просто так, потому что в конце этой карты будет пасхалка. О которой я вам расскажу чуть позже. Вы это сами увидите. Карта считается Тир 1, Тир 2. Я прошел ее, получается, за 42 секунды. А рекорд карты с 32. 700 прохождений. Не самая популярная карта, но одна из самых красивых и проработанных. Здесь все очень просто, но вот этот поворот, он один из самых неприятных, к которому мы сейчас пробежали. Так, ну что ж, неужели? Ну, конечно, я провалил. Ну, вот и звук, послушайте. Это ведь шикарно, это ведь шикарно. Я записываю. Ой-ой-ой-ой, я побил. Да, я побил рекорд. 41.95. Т, следующий. А следующая карта, это у нас Сюрф Андромеда. Мое лучшее время здесь 39 секунд, и по сравнению с 17 тысячами прохождениями, это очень даже неплохо. Окей, карта Андромеда, давай мы тебя пройдем сейчас. Погнали. Чтобы это сделать, нужно собраться с мыслями, уверенностью и любовью. Любовью к Сюрфу и к рекордам. И здесь нужно красиво прыгнуть. И мне кажется, это очень достойно. И нет, это не достойно. Я опоздал на 50 миллисекунд. Серьезно? По стиму понять то, что это. 36.87. Все, ребят. Следующий. Кто следующий? Признавайтесь. Сюрф Андромеда. Ну а сейчас мы на карте, которая называется Сюрф Саммит. И сейчас я вам покажу, что да как. Эта карта не самая красивая, но для новичков и для того, чтобы просто научиться серфить. Это очень хороший вариант. И хорошая карта для, получается, соревнования с друзьями. Смотрите. Я обозванную попытку сделал и почти рекорд свой же. Кстати, на тестационке многие слушали инфу предмета. Плюс еще серфили. То есть это не отвлекает никак. И можно на расслабоне сидеть и таймкилить. Я недавно не знал вообще, как серфить. Я раньше серфил вот так вот. Типа... Я даже не могу сейчас плохо серфить. Это круто, правда, когда у тебя появляется новый скилл в жизни. Ну, как в жизни. Плюс-минус в жизни, но тоже неплохо. На самом-то деле начинают задумываться о том, что в моей жизни мало нового появляется. Все, что я научился в жизни, это, наверное, водить машину недавно. Еще научился на лыжах кататься. Надо научиться на коне кататься. Тем более, сами знаете, откуда я приехал. Это у меня должно быть в крови. Напишите в комментариях, что вы научились делать за последнее время. Какой вид спорта, какое занятие, какое хобби вы... Что у вас изменилось в жизни? Это не байт какой-то, который у А4 и так далее. Я почитаю комментарий без шуток. Мне это очень интересно. 49,75. Это мой новый рекорд. И я чувствую, что могу еще лучше. Я могу и лучше. 48,83. Это мой новый рекорд. На самом деле есть смысл записать этот ролик через месяцев 6. И посмотреть, какие у меня будут результаты. Потому что, ну, каждый день скилл растет. Это правда. Сейчас я доволен 48, а потом я буду доволен 44. Я в этом уверен. И следующее. 48,83. Легендарная карта. Она называется Surf Me. И я ее проходил, когда учусь серфить, за полтора часа. Это не шутка. А лучшее время здесь минута 42. У меня нет даже лучшего времени, потому что моя попытка была записана через Noclip. То есть, сервер выключился. Я прилетел на то место, где я заканчивал. И продолжил запись. В итоге рекорда у меня не было. Но он был бы около двух часов. Посмотрим, насколько мой опыт даст возможность пройти ее быстрее. Пока что первый стейдж я прошел максимально просто. А второй тоже как-то легко идет. Так. Да ладно! Ну, вот тут я даже забыл, что надо было делать. Надо было облететь. Ну, согласитесь. Непростая карта. Непростая, это точно. Прошел второй стейдж. Сейчас будет третий. Так. У нас все хорошо пока что. Падаем. А, ну, конечно. О, серьезно? Вот это, конечно, понимаем. Четвертый стейдж? Ну, смотрите. Тут уже что-то да получается. Секретная балка. О, серьезно? Я теперь на пятом. Вот, все, точно я помню. Пятый был самый сложный. Вот так вот. Здесь мы летим. Да, эти гребаные повороты. Я это помню. Как круто вспоминать, с чего начинал. И здесь я не мог прыгнуть. Смотрим. Прыгну. Офигеть. Я это так помню жестко. Да ладно. У меня реально скилл появился. Я прошел карту за 4 минуты, которая проходила 2 часа. Это очень круто. 2.18. Мой новый рекорд. 2.18. Пиум. Кто следующий? Десятая карта. Карта Айвори. Я бы сказал бы именно так, но нет. Десятая карта, она должна быть не в игре. Десятая карта должна быть в твоей жизни. Как бы это ни звучало. Я стал замечать, что мне стало скучно. Мне стало скучно заниматься одним и тем же. Поэтому я от чего-то отказываюсь, к чему-то прихожу. И самое главное, что мне помогает это все исправить, это обучение чему-то новому. Получение нового скилла. Понятное дело, ты пройдешь этих 9 карт по сюрфу, ты научишься сюрфить, это все классно, это новый скилл. Бхопить научиться и так далее. Но нельзя оставаться в одной игре. Есть те занятия в жизни, которые намного интереснее. Понятное дело, это займет время и деньги, но это стоит того. Научиться кататься верхом на лошади, это займет максимум 3 урока. Ты можешь научиться кататься на лыжах или сноуборде, это тоже занимает 2-3 урока. Но зато у тебя новый скилл. В твоей жизни появляется то занятие, которое тебе интересно и которое ты умеешь делать. Это ведь шикарно. Если ты играешь в эту игру и ты любишь эту игру по-настоящему, то ты можешь заниматься ею и работать на эту игру. Ты можешь создавать карты, ты можешь делать новые плагины, дизайнить. И все это будет происходить в одной игре. Это твой новый скилл. Но зато он не будет ограничиться тем, что ты просто бегаешь по карте. Моя целевая аудитория это подростки, поэтому я хочу вам объяснить о том, что... Ребят, чем раньше вы начнете чем-то заниматься, тем лучше. Понятное дело, что я эту речь начал из-за того, что не нашел 10-ю карту. Но это было от души и это должно точно вам помочь, правда. Мне в последнее время стало просто скучно чем-то заниматься. Все стало одинаковым. А когда появляется у тебя новое занятие, новый скилл, новые интересы, это всегда хорошо. И это не так уж сложно сделать, просто начать. Начать всегда сложнее. Спасибо большое всем за просмотр. С вами был я, Шок. Развивайтесь, созидайте. И не надо только потреблять. Надо что-то создавать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok